Миссия фонда «Династия» была написана еще семьей Борисом и Дмитрием Борисовичем самим. Миссия заключается в поиске и поддержке талантливых людей. Совет фонда разделяет мысль о том, что талантливые люди, чем их больше, тем больше возможности, что они изменят мир к лучшему. И вся наша стратегия нацелена на то, чтобы искать этих талантливых людей и поддерживать их разными способами. Понятно, что есть несколько целевых групп, на которые вся деятельность фонда нацелена. Это и молодые ученые, и учителя средней школы, и дети, и более широкая аудитория, на которой нацелены наши программы по популяризации науки. Любую проблему решают только люди, любой проект делают только люди. И чем комфортнее они будут себя чувствовать в своей области, будь то физика, химия, биология, социальные какие-то науки, тем проще им будут работать по своей специальности. Поэтому наша цель – поддерживать людей. Они ходят на работу, они ходят в институты, они делают проекты, они учат детей, сами работают в школах, они читают наши книжки, но это все люди. У нас где-то 24-25 проектов ежегодно. Есть грантовые конкурсы, есть собственные проекты фонда. У каждого грантового конкурса есть свой экспертный совет, ученый совет. И параметры отбора, критерии отбора, они решаются экспертным советом, и нами пишется положение о конкурсе. То есть критерии отбора абсолютно разные в зависимости от конкурса и целевой аудитории конкурса. Если это студенты, аспиранты, кандидаты наук в физике или в биологии – это одни критерии отбора. Если это учителя – это другие критерии отбора. Программа по работе с детьми – это еще третий критерий отбора. Единых нету, потому что программы очень разные. Николай давно занимается проектом «Увлекательная математика». Надо сказать, что мы вошли в проект уже когда он начал существовать, уже когда какие-то мультфильмы из серии «Математические этюды» были сделаны. Нам проект понравился своей какой-то… Он, во-первых, очень амбициозный. Очень сложно группе из нескольких человек сделать все то, что было написано в проект. Но, тем не менее, те результаты, которые были уже достигнуты группой, и к тому моменту, как мы думали, входить деньгами в этот проект или не входить, они были потрясающие. Но больше всего нас, конечно, подкупил интерес и желание Николая самого этот проект сделать. И профессиональный человек с таким желанием, с таким неравнодушием относится к тому, что он делает. Со стопроцентной вероятностью такие проекты получаются. Одно из подтверждений того, что это получилось, это то, что недавно, собственно, во вторник, 8 февраля, Николаю вручили премию президентскую для молодых ученых. Мы довольны. Мы за него очень рады. Не секрет, что с экспертизой вообще работать сложно. И нормальных экспертных оценок, нормальных алгоритмов работы экспертных оценок, если нужно оценить какой-то проект, сейчас здесь не существует. И поэтому нам казалось очень важным помочь оказать поддержку этому проекту. Потому что, в принципе, перспективы развития у него очень хорошие. Понятно, что процесс, наверное, идет тяжело. Это долго собирать людей в базу, потом приучать людей обращаться к корпусу экспертов, как к специалистам, которые там работают. Но, тем не менее, на наш взгляд, отстраивание алгоритмов, экспертной оценки, так, чтобы было понятно, как это работает, абсолютно прозрачных схем, это очень важно. Хочется дальше делать проекты, которые будут нужны. И поэтому мы очень серьезно задумываемся и об оценке деятельности фонда. А фонд – это все-таки структура организационная. У любой такой структуры должны быть какие-то системы оценки. Когда ты оказываешь такую поддержку, то некоторые вещи сложно посчитать. Но, тем не менее, нам кажется, это важным, чтобы и правильно расходовать те средства, которые мы расходуем, и приносить больше пользы. На каком-то коротком отрезке времени, что тоже важно, но невероятно также важно следить за теми людьми, которых мы поддержали, когда им было условно 25, знать, что с ними произошло, когда им 35 и 40, и понимать, что они остались в науке, и что они сделали в науке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok